Выпускница исторического факультета Куйбышевского государственного университета, спирантка философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, социально-политологического университета. В начале пути Наталья Александровна работала преподавателем в авиационном институте имени Сергея Королева, электротехническом институте связи города Самара. В 1991-2004 годах работала главным редактором районной общественно-политической газеты «Основа» в городе Нарофоминске Московской области. С 2012 года главный редактор издательства «Подмосковье» общественной деятельностью занимается с 1991 года. Около 15 лет она возглавляет крупнейшее журналистское сообщество «Союз журналистов Подмосковья». В 2013 году избрана секретарем Совета Союза журналистов России. На недавнем съезде Союза переизбрана на четвертый срок. Вот такая насыщенная событиями биография Натальи Чернышовой. Являясь руководителем многих проектов, комплексного исследования СМИ Московской области, курса практической журналистики и ряда творческих конкурсов, она неустанно работает на Ниве журналистики. Оттого и объясним успех подмосковной организации. Наталья Александровна – это человек, который, наверное, не просто возглавляет Цель журналистов Подмосковья. Она очень ведет кропотливую работу с каждым отделением и непосредственно с каждым человеком. То есть ее хватает на многое. Она такая хрупкая, в общем, такая женщина, но столько может, такая в ней мощь заложена, что когда ты видишь, как она общается с людьми, независимо, журналист или просто человек совершенно обычной, другой какой-то профессии, в ней чувствуется очень тонкая, интеллигентная вот эта жилка и профессионализм. Сегодня в Союзе состоит более полутора тысяч человек. С каждым годом количество членов подмосковного отделения растет, к сообществу присоединяются, его ценят. В настоящее время основные проекты Союза журналистов Подмосковья – «Медиа-неделя Подмосковья», «Автопробег журналистов Подмосковья», «Премия имени Виктора Мельникова», «Курсы повышения квалификации журналистов», «Медиаобразование». И все они благополучно реализуются во многом благодаря этой хрупкой, но такой сильной женщине. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Сергей Дадыко, телерадиокомпания «Щелково».